Анатолий Цветков Анатолий Цветков В 2016 году их было 5, в 2017 всего 2, а в текущем – ни одного. Все лесопромышленные предприятия, а их у нас 42, они каждый месяц обязаны платить подоходный налог. С чего они возьмут, если им нечем заняться? Они безработные. Но самое-то страшное. Мы 5 лет назад собирались вот по этому же поводу. Точно с такой же повесткой это 5 лет назад. И до сих пор этот вопрос никак не решен. Больше всего лесопромышленников возмущает то, что государство требует с них внесения арендной платы за участки, однако до сих пор не рассчиталось перед ними затушение пожаров. Глава Краевого Министерства природы согласился пойти на мировую. Часть вопросов, я говорю, еще сразу были решены, особенно с теми долгами, которые есть. И по министрам решения, значит, при долге государства за пожары, значит, не предъявлять исков тем предприятиям, которые немного должны за аренду лесных насаждений. Пункты приема древесины кишат черными лесорубами. Лесная полиция, говорят предприниматели, реагирует слишком медленно. Основные больные вопросы – это у нас воровство леса. И воровство леса мало, мало чем на сегодня, значит, мы затронули это тем, потому что не хватило и времени, конечно, и полномочий. И полномочий, я думаю, что в дальнейшем надо разобраться с воровством леса. У нас люди практически воровать ходят в лес, как на работу. Александр Волков подчеркнул, что несмотря на возмущение лесозаготовителей, ужесточенные нормы закона отменять никто не собирается. Однако договорные отношения, которые предприниматели называют кабальными, можно изменить путем переговоров. Дело в том, что 2017 год отличается от предыдущих. В том, что Министерство природных ресурсов начало более строго спрашивать исполнение договорных обязательств. Видимо, люди слегка расслабились, расхолодились. Но то, что мы спросим, это все предусмотрено, прежде всего, договорами, арендой лесных участков, а также существующим законодательством. В общем-то, у меня появился какой-то оптимизм в вопросах. Вот изменение о договорных отношениях. Сам министр четко подчеркнул. Ребята, кто из вас был? Никого. Значит, приходите, мы найдем в этом понимании вопроса и изменим договорные отношения. Я думаю, что состоялся очень полезный разговор. Главное, чтобы вернуться к нему. Дополнение к теме пожаров Волков заверил. Запайкалье готово к борьбе с ними лучше, чем в предыдущие пять лет. В штате Читинская авиабаза охраны лесов на этот год число десантников выросло со 150 до 257 самолетов типа «Цесна» и три типа «Ан-2», готовых к авиапатрулированию. Наталья Оршинская, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok